Пытаемся сделать прямой эфир. Я надеюсь, что получится подключиться и будет удачный эфир. Всем добрый вечер, кто смотрит этот эфир. Добрый вечер всем, кто будет в YouTube смотреть у нас. Ребята, я читаю ваши комментарии. Действительно, сегодня примерно час я усилил тому, что читал кто что пишет. Я, несомненно, признаюсь, хорошие, добрые комментарии и очень-очень приятно, конечно, узнавать не тех людей, которые не безразличны событиями и в регионе. Политолог Роберт Гевонзиан будет сегодня отвечать на наши вопросы. Сейчас я добавил. Роберт появляется у нас на экране. И давайте проверим, как меня слышно, как слышно вообще и как тебе картинка. Слушаю вас, Роман. Добрый вечер. Вы меня нормально слышите? Да, отлично. Отлично. Еще раз нам подскажем, что вместе с нашим уважаемым политологом мы будем говорить о том, что сейчас очень важно и актуально. Прежде чем мы перейдем к событиям у нас в регионе, скажу, что первый вопрос все-таки будет касаться вчерашних событий в России. Это тот хаос, который мы наблюдали. Давайте у Роберта спросим, что, по его мнению, вчера происходило и произошло в России. Пожалуйста. Я с вечера прошлого дня следил за всеми событиями, которые произошли в России. И у меня было несколько версий, конкретно пять версий. Но на первом месте я ставил вариант, что Путин хочет как-то очистить силовиков со своего окружения или как-то ослабить их влияние на политическое, на политическом поле России. И кажется, то, что произошло, дало вот такую возможность Путину. И он сейчас может легко, если конкретно не Шойгу, то некоторых других ниже стоящих силовиков просто убрать с политического поля. И еще у него сейчас возможности появились, чтобы хоть как-то оправдаться по поводу поражения, которое несет российская армия в Украине. Он может это все валить и на Пригожина, и на Вагнер. Он может валить и на Министерство обороны, вот, селяясь на Вагнера. Вот другой вопрос во всем этом, насколько был осведомлен об этом всем Пригожин сам. Потому что он мог пить в сковоре с Путиным, а мог бы и ни о чем не подозревать. И могло все это для него пить, скажем так, по-настоящему. И здесь, думаю, что все же Пригожин, если и что-то знал, то не все. И поэтому он вначале был искренен, а в конце ему объяснили, что к чему. И он просто избежал наихудшего варианта. А наихудший вариант было бы то, что он бы, наверное, вошел в Москву все же. Но там бы не встретил никого, и через некоторое время, так как люди просто не присоединились к нему, простые люди не присоединялись к нему, через некоторое время его бы оттеснили из Москвы, и все бы завершилось его арестом. И что бы так не было, вот, когда уже он свою роль сыграл, его просто дали возможность, дали такую маленькую, как по-русски Соланск, вот, трещину, ну, трещину, не трещину, но какой-то вариант, какую-то возможность маленькую, чтобы он просто избежал ареста или физического уничтожения. И он воспользовался этим. Сейчас остались козыри у Путина, посмотрим, как он распорядится ими. Если в скорейшем времени будут чистки среди святыхов, то этот вариант будет наиболее достоверным. Давайте я отметил, что в любом случае те люди, которые живут в России, в случае я сейчас говорю о наших соотечественных, и должны для себя уяснить одну очень важную вещь, что в России, неважно, где вы живете, Краснодаре, Ставрополье, Ростове или Москве, никто не отвечает за вашу безопасность, и ни один армянин или армянка России не могут чувствовать себя в безопасности в России, и нет никаких сомнений, что подобные события могут повториться. В следующий раз уже будет возможность устроить Кадыров со своими войсками. Если Вагнер сбивает русских пилотов и русские вертолеты, и за это никто не несет уголовную ответственность, то с обычными простыми людьми могут поступать как угодно, и никто не будет отвечать за то, что вам причинили боль или отправили на тот свет. Вот я хочу, чтобы люди, которые смотрят из России, это четко для себя зафиксировали. Следующий вопрос у нас будет касаться поездки. Напомню, что сегодня Арад Мерзаян отправился в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы встретиться с министром иностранных дел Азербайджана. До этого мы видели, что на границах неспокойно есть стопление азербайджанских войск. Собственно говоря, армянская армия тоже не сидела за руки. Есть обстрелы, в частности, суверенной территории Армении, речь идет о Ярасе и армяно-американском объекте, который строится там. Я правильно понимаю, что эти перестрелки и стопление войск предупреждения азербайджанской стороны такое пугало перед новым раундом переговоров. Каким вы видите развитие событий и какие у вас прогнозы от новой встречи Арарата Мерзаяна и министром иностранных дел Азербайджана, пожалуйста? Спасибо, как всегда. До переговора, до нового раунда Азербайджан идет на какие-то стыки и стреляет и так далее. Но мы видим одно очень интересное новое проявление. Вчера, после того, как Пригожин ушел уже со своей дороги, Азербайджан снял бетонное, вот то, что он ставил на Лачинском корридоре. И после этого Азербайджан разрешил перевезти в Армению тяжелобольных. Вот Красный Крест смог впервые, после 15 июня, перевезти больных в Армению. Это показывает, что, с одной стороны, Азербайджан, конечно, пробует оказывать влияние, пробует, ну так скажем, до нового раунда что-то еще забрать или что-то еще показать, но с другой стороны, они понимают сложившуюся ситуацию в мировом политическом поле и в некоторых местах они просто, ну, как сказать, просто в некоторых случаях они идут в разрез собственной политики, собственной политики влияния, собственной политики Ченшум, как в русском, не слышу. Ченшум – это давление. Давление. Собственной политики давление. И это все показывает одно, что, с одной стороны, то, что Эрдоган снова президент, новый старый президент Турции, это значит, что вот это давление будет немножко посильнее и во время переговоров, наверное, будет побольше, пожестче Азербайджан говорить, чем в начале мая, когда не было очевидно, Эрдоган станет президентом или нет. Но, с другой стороны, в некоторых случаях международное сообщение, в данном случае США, не дадут Азербайджану сделать очень большие шаги назад. И те договоренности, которые уже были в начале мая, думаю, что, скорее всего, останутся в силе. Ну, мы тоже очень надеемся на разум, на разумный подход к последней стране, к той ситуации, которая сложилась. Тем более, что конфликт придет свое начало в 2020 году, в 2020 году, и, на самом деле, мне кажется, и азербайджанский народ тоже довольно-таки устал от этого конфликта. И, дай Бог, чтобы все-таки Азербайджанская сторона пошла на встречу армянской людьми и радовала себя на переговорах. Когда я говорю, что Азербайджан налила себя на переговорах, речь идет о том, чтобы правильно понимать реальную ситуацию. Я говорю сейчас о том, что Алиев, который все время говорит, что жители Карабаха будут жить так же, как и все граждане Азербайджана, должен все-таки понимать, что 34 года ненависти и боевых действий не могут подразумевать это. С другой стороны, понятно, что если все признают Карабах частью Азербайджана, то Алиев навряд ли, наверное, навряд ли для своей внутренней публики может сказать, что армяне могут жить лучше, чем азербайджанцы или как-то иначе. Может быть, это тупик. Но, с другой стороны, каждый азербайджанец тоже должен понимать, что армяне, которые живут в Карабахе, никак не могут жить так же, как азербайджанцы. Давайте у Роберта спросим, все-таки вы считаете, какой формат проживания Карабахцев может устроить и Алиева, и азербайджанцев, и армян Карабахов? В первую очередь, я не соглашусь с вами, Роман, что народ Азербайджана устал от этого конфликта. Такого нет. Смотрите в чатах, в разных форумах, в блогах и везде, где получается как-то общаться с простыми азербайджанцами, у них усталости никак не проявляется. Ну, может быть, есть люди, скажем, родители погибших и так далее у них, да, но у простых азербайджанцев, которые не так вовлечены во все это, у них вот такой боевой вот настрой. Они наоборот говорят, что мы должны пойти до конца, мы должны из Ангелозурска вот этот коридор взять, и это наше право и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, есть, скажем, рамки есть у Алиева и рамки есть у власти Азербайджана. Они понимают, что в нынешнем мире, в нынешней ситуации, и как мы имеем проблемы с тем, чтобы, если Карабах будет считаться, проблемы Карабаха будут считаться в мире, как в Тарас Каинвече. Ну, понятно, думаю, всем понятно. Да, 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 территориальный спор, то тогда у нас шансов нет, потому что то, что происходит сейчас на Украине, или в Украине, извиняюсь, то, что происходит сейчас, это просто закрывает все споры о том территориальном споре, кто прав, кто виноват. Вот то же самое у них с их части, касательно Зангелозурского коридора, Зангелозура вообще, там, Еревана и так далее, о чем Алиев все время говорит. И это вот в этих рамках Азербайджан просто, власти Азербайджана просто не имеют альтернатив, чем пойти на переговоры с каким-то более или менее конструктивным таким, конструктивной повесткой дня, что означает то, о чем я уже сказал, означает то, что они могут как-то попытаться шаг или два шага назад сделать из тех договоренностей, что были в начале мая, но больше и им не позволят, и они знают, что им больше назад пойти не позволят. Вот поэтому я думаю, что в Америке в предстоящие дни будут переговоры все же вокруг того, что уже было согласовано, потому что, как я сказал, Азербайджан очень-очень маленькие шаги назад все-таки попробует сделать. Но еще будут переговоры и о том, где красные линии не сочетаются, Армении и Азербайджан, вот о том, о чем я сказал, Зангелозурский коридор, Карабахский вопрос, и еще делимитация, демаркация. Но я уверен просто, я уверен на 99,99%, что договоренностей по этим пунктам не будет. Не будет не только из-за того, что вот красные линии никак не пересекаются, а еще из-за того, что это просто сегодня никому не нужно, ни Америке, ни России, ни даже Азербайджану. Армении тоже, вот если мы глобально посмотрим сегодня, окончательные вот такие договоренности и подписанные бумаги не нужны, Армении нужен мир, чтобы как-то развиваться на данный момент, на данном этапе. Ну, мир более или менее сейчас сохраняется, и сохраняется тоже из-за того, что это нужно и международному сообществу, и России, и всем, потому что на данный момент все просто тратят ресурсы в Украине, и никто не хочет тратить свои ресурсы еще где-то, где бы это не было. Ну да, еще вопрос, есть ли вариант, чтобы была окончательная договоренность по Карабаху, которую бы устраивали Азербайджану и Карабаху? Конечно, нет такого варианта, и не было такого варианта никогда. Хорошо. Мы продолжаем нашу беседу с господином политологом. Согласился сегодня на наш вопрос, потому что на самом деле в последнее время мы следим за событиями последние дни в России, но в конце концов, у нас в первую очередь мы должны сказать все, что происходит в Карабахе. Теперь хотел бы спросить у вас по поводу того, что происходит в самом Карабахе. Я сейчас имею в виду в первую очередь настроение местного населения. Посмотрите, мы видим, что Арай Карусинян принял законы, которые ограничивают вообще расслабоить слово. Я напомню, что в Карабахе если искать даже что-то, это может быть уголовное дело. Если в Карабахе не можете писать комментарии, писать пасты, проходить на митинги, не кажется ли вам это очень плохой стороной медали, которая нам, по сути, не позволяет теперь понимать, что чувствуют и что хотят местные жители? Почему я так говорю? Потому что ни для кого не секрет, что даже последнее заседание парламента Ацарха было по приказу русских, российских миротворцев. Получается, что в Карабахе, Роберт, не карабахцы говорят за себя, а говорят за них русский и Рубен Бартанян. Вот насколько это плохо? По-моему, это очень плохо. То есть кто будет говорить за карабахцев с учетом новых ограничений и очень русских законов. Вот что вы об этом думаете? А как нам теперь узнать мнение карабахцев? Пожалуйста. Конечно, мнение простых карабахцев очень трудно как-то консолидировано понять. Я лично с кем возможно встречаться, встречаюсь из власти Карабаха, с кем невозможно, так как они находятся там и дорога закрыта с кем невозможно. Время от времени беседую по средствам связи и все они твердят одно, то, что у них есть общее мнение с народом Карабаха и это общее мнение не расходится только в одном, в том, что они ни в коем случае не согласны без счастья Азербайджана. По другим вопросам вот я всем спрашиваю, а где вы хотите быть? У них общего мнения как-то нет. И даже у представителей власти общего мнения нет. Разные представители, я сейчас не смогу сказать, кто конкретно что говорит, но разные представители по-разному видят. Есть люди, которые видят их частью Армении, есть люди, которые говорят, мы независимое государство и так далее. И даже это открытая информация, даже один представитель силовых служб, я его имя не помню, он просто открыто заявил, что он видит Карабах только частью России и где больше. он это сказал открыто по средствам массовой информации не мне лично. И вот такие мнения тоже есть получается. Но конечно все это в некотором образе отражает мнение общества, но не в полном своем значит проявлении. вот поэтому вот это первое почему очень плохо вот эта ситуация, которая сложилась в Карабахе, внутри Карабаха, что люди просто не могут свое мнение выразить. Вот из-за чего и у нас значит появляется вторая проблема. Вторая проблема это в том, что Карабах для международного сообщества всегда был региональный демократический центр. Если мы вспомним до войны во всех оценках Freedom House или каких-то других международных таких агентств, у Карабаха оценки были выше, чем у Азербайджана и Армении тоже всегда были выше. А сегодня ситуация поменялась. Сегодня у Карабаха очень низкие оценки. Это ставит под сомнение и саму демокрацию в Карабахе, что конечно богом выходит для нас во всех международных встречах и во всех где бы ни пошли по вопросу Карабаха это будет не знаю США Европа или где-нибудь еще всюду нам говорят, что это страна, которая находится под Россией и там решения принимаются с оглядкой на Россию и вообще Россия принимает решения за них и очень важные детали что нам говорят нашим должностным лицам говорят, что вы приходите и говорите что хотите чтобы Карабах не был частью Азербайджана но это мы слышим от Карабаха где хочет Карабах пить что бы ни говорили нам говорят что вы вот это говорите вы а где они почему они об этом не говорят они об этом не говорят и они об этом не говорят я уже сказал из-за того что у них нет единого мнения на этот счет спасибо большое всем за добрые комментарии я внимательно читаю и конечно напомню что эфир будет залить в видео хостинг в частности в канал ArtGlo поэтому если будете смотреть нас по телевизору напомню нашим зрителям тем кто по видео хостинг смотрится я внимательно читаю ваши комментарии очень благодарен за все доброе что вы пишете это действительно помогает нам понимать что мы правильно делаем а что мы делаем неправильно или что не нравится вам Роберт следующий вопрос будет касаться армян России давайте вернемся к началу нашей беседы у нас в России живет примерно 1 миллион 800 тысяч 2 миллиона армян то что говорит обратно 2,5 миллиона армян это ложь потому что часть армян они все равно мигрируют а вот постоянно живет примерно 1 миллион 800 тысяч армян это тоже не маленькая цифра это большая цифра и конечно армяне России которые живут под влиянием российской пропаганды а это лошадь сплошная армяне Россия на все смотрят так же как смотрят российские каналы примерно к сожалению большому большинстве я не говорю что все армяне но большинство армян все-таки зомбированы я понимаю что Россия российская ФСБ использует такие искусственные организации как союз армяне России и армянскую общину России для того чтобы давить на Армению я думаю что это влияние не маленькое но давайте узнаем у вас вот вы считаете что оно большое с учетом также скрытых и не скрытых агентов которые работают в российских компаниях в Армении потому что мои подписчики говорили про то что примерно 40 тысяч есть спящих и не спящих агентов на территории республики Армения также мои подписчики говорили в одном из моих прежних айферов что у всех российских компаний есть черная касса и они выплачивают деньги посольства России в Армении которая в свою очередь оплачивает эту агентуру вот каково влияние вообще как вы считаете армянской общины России насколько это сильный инструмент в руках российского ФСБ и если это сильный инструмент что мы можем скажем так противопоставить какие инструменты государства должно использовать чтобы этот инструмент России не работал или уменьшить его влияние пожалуйста спасибо в первую очередь нужно сказать что после 2018 года эффективность таких организаций как Сауз-Армян России по давлению на Армению со стороны России очень низко и спала эта эффективность и Сауз-Армян России наверное остались вот так можно сказать спалюсированная если можно такое слово использовать спалюсированная организация которая только с частью бизнеса в Армении связан и может иметь какое-то влияние на эту часть но на всю Армению и тем более на процесс принятия решений политических решений в Армении САР больше не имеет никакого влияния и слава Богу что не имеет что касается армянской общины России то там есть люди которые никак не связаны с САР но они работают и работают с Арменией есть люди которые искренне в своих желаниях хотят помочь Армении есть люди как вы справедливо сказали которые под пропагандой и вот с этих позиций они не хотят вредить никак Армении но так как они под пропагандой они думают что то что делят здесь ну скажем так пятая колонна или кто-то еще это для блага Армении вот с этими нужно работать вот переходя ко второй части вашего вопроса вот с этими людьми нужно работать к этим людям нужно оперировать по разным ситуациям и это часть работы правительства часть работы политического поля и конкретно той части политического поля которая идет по пути демократии и усиления Армении не только гражданского договора как правящей партии но и других которые находятся вот в этой части политического поля что касается тех людей в Армении которые работают и у меня нет фактов что есть люди которые получают по черной кассе деньги от России и так далее но время от времени о некоторых такие новости идут по разным лентам по разным закрытым или закрытым каналам информации и это я думаю что очень маленькая часть того что делает российская агентура в Армении этому могло быть вот для того чтобы перемолоть это или как-то открыть все эти тенденции армянское правительство должно было илюстрацию объявить но к сожалению этого не увидели и даже не увидели от политико правовой оценки бывших к бывшим властям что дало бы в свою очередь возможность некоторых людей просто отстранить от процесса принятия решений к сожалению этого не произошло вместо этого в двадцать первом году некоторые из бывших властей некоторая часть бывших властей оказались в парламенте и мы видим что они просто не работают там и всеми способами пытаются мешать работать гражданскому договору и в свою очередь гражданский договор остался один нет контроля над ним хотя бы в парламенте и они делят все что хотят и там где гражданский договор не получается или просто не хотят идти вперед не делают шагов которые для Армении были бы хорошо нет просто оппозиция которая бы на это акцентировала внимание которая бы связь между гражданским договором между парламентом и народом смог бы обеспечить и мы имеем вот такое политическое поле а такое политическое поле несколько хаотическое дает возможность вот этой агентуре очень плодотворно работать и найти возможности оказать влияние конкретно на процессе принятия решений из-за чего мы время от времени очень удивляемся когда на первый взгляд обоснованные решения не принимаются и мы отстаем от всего о чем говорила наша власть и во время выборов 2018 года и на преддверии выборов 2021 года дорогие друзья напомню что сегодня мы беседуем с политологом Робертом Гелландианом и мы конечно не очень будем долго беседовать я его этот эфир собственно говоря сейчас буду завершать потому что сейчас у нас лето люди собирают абрикосы варят варенье и вообще летом необходимо делать такие лайт эфиры несмотря на то что ситуация очень сложная и все равно эти темы необходимо обсуждать я хотел бы спросить у Роберта еще два вопроса у меня будет предпоследний вопрос он касается Никола Пашиняна вот то что произошло в России в последние два дня ну мы с вами знаем что есть такая категория вообще мужчин и женщин которые любят говорить и любили говорить что Пашинян должен говорить более четко с Путиным что судя по всему он не может как следует с ним разговаривать что-то не так они говорили что руси демхакчка русастана ангельки на бору уже русастане ишхан цуншат уже светит того что произошло вчера когда Россия в буквальном смысле российская власть опозорилась и показала что она не контролирует ситуацию в свете того что те люди которые говорили что российская власть мощная Россия мощная и мы увидели что тот же Вагнер может ехать минировать что-то брать плен внутри Ростова это вообще позорище вот вы что думаете вот та небольшая но все-таки прослойка которая целыми днями восхищалась мощью в кавычках России и обвиняла армянские власти в частности Никола Пашиняна в том что вы знаете на армянском мне говорили мы сейчас видим что Путин не контролирует вообще ситуацию вы как считаете вопрос у меня будет такой вот эта прослойка она поняла что больше не стоит так говорить и в связи с этим рейтинг Пашиняна возле этой прослойки немножко выправился или эта прослойка является бесхребетной и что бы ни произошло она все равно верит в Путина да вот как в Карабахе Путин говорил что Карабах это часть соседней страны а карабахцы продолжают печь торты плясать танцы да верить и любить Путина вот что вы об этом думаете в первую очередь я не думаю что вот эта прослойка вот так верили Путина просто им было выгодно верить Путину если я кое-что скажу что никто об этом не говорит четче Пашиняна никто с Путиным не говорил никогда ни Кочарян ни Сашкисян ни первый президент Левонте Петрусян Пашиняна говорит четко то о чем думает и как представляет просто Пашиняна не говорит то что Путин хочет вот разница в этом Саркисян и Кочарян говорили Путину то что он хотел другое дело они делали не делали в некоторых случаях делали в некоторых случаях пытались как-то уходить от своих обещаний и так далее но Пашинян не делает так Пашинян говорит то что хочет то как представляет и Путину это не не нравится Путин Путин уже ну скажем так Путин всегда думал что с ним нужно все должны говорить так как он хочет все должны говорить то что он хочет слышать вот так себя и проявляли вот проявляли вот эта прослойка которая говорила и сейчас тоже говорит то что хочет слышать Путин говорит то что ну скажем так интересно России и замачивает о том что не интересно России о том что не исходит из выгод России интересов России и они так будут продолжать они после вчерашнего тоже я скажу так вчера очень многим массам было уже понятно что у России нет той мощи о которой говорили но то что у него нет этой мощи было понятно уже к марту 22 года когда после недели войны против Украины Россия никаких из своих поставленных целей не достигла они говорят через три дня Киев Донбасс и так далее и подобное но у них к марту все только начиналось там уже 7 дней прошло но все только начиналось уже было понятно что хотя бы вот конкретно той мощи о которой они говорили не существует прошедшее время после этого до позавчерашнего дня только доказывало вот это это мнение а вот вчера и позавчера мы увидели что это уже очевидно всем не только тем людям которые пристально следили за развитием событий в Украине только там есть еще один нюанс вот оно состоит в том что вот эта прослойка вот эти люди которые работают для России в основном работают не только из-за скажем конкретно денег о котором вы говорили что они получают деньги и работают для этого я сейчас не о российских агентах я сейчас о людях которые находятся в Армении состоят в армянском политическом поле и преследуют интересы России там есть один два я даже имена могу назвать люди которые просто говорят о том что Армении независимость не нужна Армении нужно стать частью России если там были сейчас не надо назвать имен но я помню что есть даже люди которые руководители партии они они вот так говорили они действуют как я сказал не за то что они оплачиваются может быть им оплату тоже дает не знаю посольство России или конкретно какие-то части российской власти и так далее но они действуют так потому что у них ведение Армении ведение собственной физической безопасности физической безопасности армянских людей вот такое они думают что независимая Армения не сможет существовать не сможет обеспечить свою безопасность они хотят чтобы Армения стала частью чего-то чтобы физическая безопасность хотя бы армян вот в этой обществе как-то обеспечить конечно это ошибочное мнение очень ошибочное мнение и нет ничего важнее государственности и за государственность люди гибнут просто люди могут идти на войну и гибнуть и они понять что все это из-за того чтобы у страны была государственность а такие люди которые думают в первую очередь о своей физической безопасности они всегда становятся проблемой для государства они всегда становятся давать изменниками и с ними как в своей стране так и в другой стране я очень много таких историй знаю не царемонятся и просто как поступают так как поступают со всеми изменниками завершаем нашу беседу последним вопросом который мне кажется очень важен на протяжении почему мы много говорили сегодня про Россию не только потому что вчера происходила анархия как и долгое время но и еще и потому что старые власти очень часто говорили вот Россия наш союзник мы можем положиться на Путина на Россию кажется сейчас достаточно большая часть населения поняла что нашим главным союзником являемся мы сами так же как и наверное врагами вот а вы сами как считаете мы действительно мы сами главные союзники Армении если если да то какие инструменты должны использовать вы политологи эксперты журналисты и блогеры для того чтобы еще лучше донести до народа эту мысль вы смотрите армянские каналы читайте средства массовой информации в первую очередь общественной и государственной достаточно ли достаточную ли работу проводят блогеры эксперты и журналисты со своими слушателями и зрителями для того чтобы население Армении лучше поняло и уяснило для себя что главным союзником Армении является армянский народ вот хотелось бы услышать может быть ваши советы и ваше мнение самое важное в этом то что союзники не бывают единичны и все в настоящее время в настоящем мире основывается на взаимных интересах очень много историй о том и очень много правилений когда враги которые воюют даже между собой в каких-то компонентах сотрудничают в каких-то компонентах могут даже союзнические отношения развивать и очень много обратных примеров когда союзнические государства идут не только войной друг против друга но и действуют гибридно друг против друга и мы тоже должны это понять должны понять что мы можем найти интересы даже там где на первый взгляд все против нас и если мы найдем эти интересы то по этой части только по этой части можно договариваться только по этой части можно сотрудничать а по другим частям можно продолжить враждовать или можно продолжить не согласовывать что-нибудь между собой вот как пример этого я могу назвать теперешнее разговоры о том что могут открыть железную дорогу через Нахичеван Гурадис и так далее до России вот в этом компоненте кажется у всех интересы совпадают у всех и в регионе и в мире и я думаю что есть возможность что от основного пакета вот эту часть просто отделят и может быть Армения и Азербайджан подпишут и не знаю надеюсь что Соединенные Штаты тоже подпишут вот под этим потому что в нынешнем мире единственная страна которая более или менее может гарантировать соблюдение договоренности это Соединенные Штаты ну есть вот такие разговоры что Соединенные Штаты заинтересованы в этом и если это будет то Армения и Азербайджан продолжат враждовать по всем другим вопросам включая Карабахский вопрос делимитация демеркация и так далее но будут сотрудничать например по вопросу железной дороги будут строить и если заглянем еще вперед может быть и поезда пойдут по этой дороге что касается мнения людей и мнения общественности то здесь нет другого варианта кроме как все время образовывать и образовывать общество но для этого мало усилий блогеров мало усилий политологов здесь должны работать все и вот когда я говорю все это не только внутренние возможности это еще и внешние возможности это диаспора это международные организации которые работают в сфере скажем прав человека в сфере демократических институтов и так далее и вот это совместная работа только через некоторое время может свои плоды как-то принести но на все это еще влияет также другая сторона сторона для которой невыгодно чтобы Армения развивалась демократично но эта сторона мы понимаем в первую очередь это Россия так что здесь альтернатив много нужно верить в себя верить в свою работу верить в то что мы делаем и продолжать и думать что вот всем этим вызовам с другой стороны мы сможем ответить соразмерно ну что спасибо большое на мои вопросы отвечал Роберт Явонзян мы будем хотя бы как минимум раз в месяц позволения Роберта вот так беседовать обсуждать все что происходит будем надеяться на лучшее и еще раз напомню что несмотря на все то что происходит в регионе на все сложности дорогие подписчики находите время отдыхать максимально получать наслаждение от лета от прекрасной погоды в Армении от прекрасных фруктов овощей вкуснейшей воды политика это политика проблемы бесконечные вот но мы должны успевать еще обязательно жить и наслаждаться природой Армении и дарами которые посылает нам Бог Роберт спасибо большое до новых встреч до новых бесед вам тоже до свидания мира Армении армянскому народу и слава армянскому солдату спасибо спасибо